Уже давно ходили слухи, будто российские власти позволят отечественным автозаводам выпускать технику, скажем так, упрощенного образца. Без современной электроники, систем безопасности и с моторами низких экологических классов. И вот правительство России опубликовало постановление, которое действительно отменяет многие пункты технического регламента. Так, для большинства категорий транспорта оказался легализован давно устаревший экологический класс Евро-0. Хотя дополнительно указаны нормативные документы на экостандарты всех поколений, вплоть до Евро-5. Таким образом, каждый конкретный производитель сможет решить, до какого уровня ему стоит опускаться. Послабление позволит отказаться от дефицитных датчиков и блоков для впрысковых моторов, но не означает возвращение карбюраторов. Каталитический нейтрализатор остался обязательным, но только если таковой изначально предусмотрен конструкцией. Кроме того, автозаводам разрешили выпускать автомобили без антиблокировочной системы. Сейчас исполнительные механизмы, датчики и блоки стали приогромным дефицитом, который регулярно тормозил конвейеры по всему миру. Вдобавок отменены современные краш-тесты. Отныне обязателен только лобовой удар о бетонный куб без перекрытия. Такое упрощение позволит отказаться от подушек безопасности, преднатяжителей ремней и других систем пассивной безопасности. Смежное решение – упрощение, но не отмена системы «Эроглонас». Теперь сигналом об аварии станет простое нажатие кнопки. Такие же упрощенные системы до сих пор были обязательны для ввозимых в страну поддержанных автомобилей. На самом деле ободранные или облысевшие, как говорят автопромышленники версии машин, явление исключительное. Многие покупатели легковушек совершенно точно захотят иметь полный набор электронных ассистентов. Поэтому автопроизводители обязательно будут выпускать и упакованные модели. С антиблокировочной системой, подушками безопасности и моторами Евро-5. Какие заводы смогут пользоваться преференциями свежего постановления, пока не ясно. Минпромторг должен опубликовать актуальный список компаний. Но совершенно вероятно, что туда непременно войдут ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и КАМАЗ. Формально постановление номер 855 действует до 1 февраля 2023 года. Хотя документ, разумеется, придется продлевать, если санкционная удавка не будет ославлена.